Всем доброго времени суток! С вами Сергей Скоборовский. И сегодня я пришел в супермаркет Эко, где сделаю закупку за 1 доллар. Сегодня я хочу приготовить такое блюдо, как яйца Бенедикт. На сегодняшний день курс доллара 29 гривен. Сейчас отправимся и сделаем закупку. Вот я уже в супермаркете. Для нашего блюда мне понадобится 3 яйца. Цена за яйцо 1,99 гривна. Нам понадобится 3 штучки. Яйца я уже взял. Теперь мне нужно взять 2 кусочка бекона и 2 кусочка ветчины. Сейчас пойдем выбираем. Вот я уже взял 2 кусочка бекона. Цена за него 3,49. Теперь мне нужно взять хлеб. Для нашего блюда нам нужен хлеб. 2 кусочка. Но 2 кусочка я здесь не куплю, поэтому я возьму 300 грамм за 6,35. Вот такой вот хлеб с лену. Он с вот такими вот семечками. Чтобы блюдо было очень вкусное, нужен хороший хлеб. Еще нам нужно масло. Но здесь оно очень дорогое, поэтому я возьму в другом месте. Вот такие вот здесь цены на масло. 37,28,32,18,30,33. Пойдем сейчас посмотрим на лимоны. Да, лимоны здесь хорошие. Цена 39,99. Лимоня 164 грамма. Лимон получается на 6 гривен 56 копеек. Все, я уже сделал закупку. Сейчас буду отправляться домой и готовить наше блюдо. Ну вот и все, друзья. Я уже дома. Сейчас я вам покажу продукты, которые я купил для нашего блюда. И все то, что нам требуется. Взял вот такой вот хлебушек с вот такими вот семечками. Я отдал 6 гривен 35 копеек. Нам по сути нужно всего лишь 2 кусочка. Но 2 кусочка не продают. Поэтому я взял вот такую вот половинку. Также нам нужна еще буженинка. Я взял вот 2 кусочка. Отдал за нее 3,49. Вот такие вот 3 яйца взял. 5 гривен 97 копеек. 1 гривна 99 за штучку. И лимон. Обошелся он мне в 6 гривен 56 копеек. Вот такой вот здоровый лимон. Общая стоимость у меня получилась 22 гривны 37 копеек. У меня осталось 7 гривен. Но я не купил масла. А все потому, что мне сделала подгон моя крестная. Вот такой вот большой кусочек. Спасибо ей большое. Но по сути я мог за эти 7 гривен пойти на рынок и там купить 100 грамм масла. Но нам для блюда нужно всего лишь 50. Кстати, как вы смотрите на идею, если я пойду и сделаю всю закупку на рынке и приготовлю блюдо? Если вам такая идея нравится, напишите в комментариях. А я буду начинать готовить наше блюдо. Сначала, друзья, приготовим голландский соус. Для этого нам понадобится наше масло. Оно нужно немножко, чтобы растаяло, чтобы такое было мягенькое. Нам наше масло нужно порезать кубиками. После чего это все нужно поместить в кастрюлю с твердым дном. После чего, друзья, нам нужно одно яйцо разбить в наше масло. Это все нужно растопить и мешать, чтобы не пригорело. Перемешивать это все нужно до тех пор, пока все масло не растопится. Все, я уже растопил наш соус и вот вылил уже в кружку. Не нужно добавлять белок, нужно добавлять только лишь желток. Так что ни в коем случае не добавляйте белок, не допускайте моих ошибок. Но я выкрутился, потому что у меня нету больше яйца лишнего. И теперь нам нужно сюда добавить лимон, лимонной кислоты. Только не очень много, чтобы не переусердствовать. После чего нам нужно его хорошенько перемешать. И, в принципе, наш соус уже готов. А теперь нам понадобится наш хлеб. Достаем наши два кусочка. После чего берем кружкой. Вот, теперь мы сделали вот такие две формочки. И нам нужно его поджарить. Буквально полторы-две минуты, чтобы немножко покрылось так корочкой и был такой небольшой сухарик. После того, когда мы сняли наши сухарики, нам нужно теперь поджарить наше мяско. Наше мясо поджариваем до вот такого вот состояния. Наши яйца нужно закинуть в воду. Без шкарлупы. Яйца наши уже отварились, будем их вылавливать. А теперь оформление нашего блюда. Берем мясо, скручиваем под форму хлеба. А затем наверх кладем яйца. Ну вот и все, блюдо наше готово. Наступило время его попробовать. Вкус очень гармоничный. Вот это яйцо-пашот, потом мясо и хлеб. Заправлено этим мягким соусом на масле. И вкусно. Мне очень нравится. И я советую каждому попробовать такое блюдо. На этом моменте это видео подходит к концу. Я хочу, чтобы вы поддержали меня лайком. За мои старания. Давайте дружно все поставим большой палец вверх этому ролику. А кто новый на канале, подписывайтесь на мой канал. И высказывайте свое мнение в комментариях. Предлагайте свои идеи. Я читаю каждый ваш комментарий. И до новых встреч, друзья. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова